Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж! Вот кто-то в пропеле он вас! А я смотрю, смотрю на вас! Доброе утро, дамы и господа! В 1986 году советскую эстраду буквально взорвал новый хит – песня «Вернисаж». Лайма Вайкули исполнила ее с Валерием Леонтьевым. Слова песни написал Илья Резник, а музыку – Раймонд Паулс. Кстати, в Минске, в галерее Советского, открылась выставка, посвященная юбилею Раймонда Паулса. Но мы с вами сегодня поговорим о самом слове – вернисаж. Ведь, к сожалению, его часто употребляют неверно. Мы, кстати, провели небольшой соцопрос. Итак, что же такое вернисаж? Слышал, ресторан какой-то такой есть, и все. Ну, выставка какая-то, картина. Вернисаж – это что-то красивое. Выставка красивая. Выставка, картина. Вернисаж. Ну, это выставка, наверное. Только про песню знаю, вот и все. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет такой. Какой пейзаж. Как видите, вернисаж часто путают с выставкой. На самом деле вернисаж – это торжественное открытие выставки, на которое приглашают гостей и иногда разрезают ленточку. Вернисаж – слово французского происхождения. Давайте узнаем его историю. Вернисаж – торжественное открытие художественной выставки. Слово вернисаж произошло от французского слова вернисаж. Буквальный перевод – лакировка, покрытие, лаком. Дело в том, что у французских художников раньше существовала традиция собираться перед открытием выставки и высказывать автору свое мнение о картинах. Если требовалось, то в работы вносились изменения и затем картины покрывали лаком. Это событие и называли вернисажем. Подытожим. Вернисаж – это торжественное открытие выставки, и поэтому фраза «Продлится вернисаж до 30 июля» будет некорректная. Вот предложение «Продлится» выставка, посвященная Раймонду Паулсу в галерее Савицкого до 30 июля, будет верным. Говорите правильно, господа, и до новых встреч!